Мир вам, братья и сестры! Слава Иисусу Христу! Всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, когда церковь собирается, мы приходим, это как школа, которую посещаем для того, чтобы услышать, что Бог скажет лично для каждого. И от того, как мы себя располагаем или как мы проводим это время здесь, зависит. Ну, к примеру, человек несколько раз во время собрания вышел, ему кто-то смс пишет или телефон у него там надо ответить или еще что-то. Ну, конечно, он будет невнимательным не только себе, еще и кому-то может помешать. Или наоборот, можно сосредоточиться, молиться, просить, чтобы Господь открыл, что ты хочешь сказать лично для меня. И Священное Писание оставило для нас очень массу примеров, как поступали наши братья, сестры в различных ситуациях, как они из этого выходили и какой для себя мы можем взять пример или уроки какие, чтобы нам тоже, живя на этой земле, поступать правильно, так как хочет Господь, чтобы радовать его своей жизнью, своим хождением. Вместе с вами сейчас прочитаем для нашего рассуждения. Это книга «Деяния святых апостолов». Здесь 24 глава, 24 текст. Краткое предисловие, апостол Павел приходит в Иерусалим на поклонение, и в храме его иудеи взяли, били. Потом, помните, тысяченачальник его забирает силою, приходят обвинять его там, вернее, еще не обвинять, а они сговорились, чтобы убить его, вызови его, и он его передает дальше к фесту. И вот это, как раз эта ситуация здесь описывается. И такой момент. Через несколько дней Феликс, придя с друзилою, женою своей иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Ну вот, такой момент, я так, как-то читая, остановился на этом и думаю, ну правитель так по тексту, сам для себя так определил, думаю, ну это приблизительно как, вот если бы, как сейчас, губернатор. Ну, то есть, это не просто такая, посада достаточно высокая. Вот, и вот он, Павел с ним разговаривает. Ну, о чем же с ним говорить? Конечно, надо говорить о правде. Вот, такой человек, он поставлен здесь для этого. Вот, и вот он, вот он ему говорит, мы прочитали, о правде, о воздержании, о суде, и человек пришел в трепет. Иногда правда, она к разным, ну, вернее, правда, она всегда побуждает к хорошим действиям, но иногда по-разному люди поступают. Вот, я помню, такой случай был. Это история давнишняя, благовестие проходило, и женщина одна стояла, слушала, вот, и она плакала. И брат к ней подошел и говорит, ну, а вы чего, чего вы плачете? Да вот, вы все как бы правильно говорите, я понимаю, вот. Он говорит, так примите Христа, вот, ну, как бы пытается дальше донести, и она говорит, да я понимаю, но мне надо работу оставить тогда. А где вы работаете? На мясокомбинате. То есть, слово коснулось, человек знает, но вот его работа, его условия, они как бы не, ну, скажем так, не пустили ее, не дали. Она не смогла этот порог преодолеть. И, знаете, когда мы смотрим на Священное Писание, вот, не так давно мы коснулись там темы одной, тоже в Деяниях Апостолов, там, Анания и Сапфира. Верующие люди, вот, и вдруг такой трагический конец. Неправда. И Петр говорит, то, чем вы владели, не ваше ли было? Зачем вы? То есть, очень легко из этой ситуации могли люди выйти. Сказать, вот столько мы получили, вот столько отдаем, столько оставляем себе и все, и никаких, вот. Но какие-то мотивы скрытые, которые побудили к неправде. Не наоборот правду сказать, а неправду. И в результате, вот, вы знаете, такая трагедия. И это говорит о том, что, к сожалению, и у нас оно может, наверное, проявляться иногда. Да, вот, Давид в 18-м псалме, помните, говорит, от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи, чтобы не возобладали мною. То есть, есть какой-то грех, какая-то даже умышленная. То есть, знаю, что это нельзя делать, знаю, что это неправильно. Но как-то обстоятельства так складываются. Как-то какая-то сиюминутная выгода может быть. Может, ну, что-то такой мотив, к сожалению. Вот. И это может происходить. Оно не должно быть, но Слово Божие открывает так, что оно может происходить. Знаете, если нечаянно сказал обман какой-то, ну, это плохо, но можно исправить. Но если раз за разом это повторяется, и уже входишь в это, то это печальное состояние. И когда мы с вами в Откровении читаем, там, в последних главах, там, о смерти второй ведется, то участь лжецов, в том числе, там, перечень, и участь лжецов в озере Огненном. Смерть вторая. Очень аккуратно мы должны. Но здесь вот мы видим, что этот правитель, или как я так для себя определил губернатор, пришел в страх от этой правды. О воздержании. Тоже интересный момент. Человек приходит во власть, я как-то слышал такое выражение, говорит, тот, кто вкусил сладость власти, тот в деньгах уже не нуждается, то есть он уже не смотрит на это. Деньги уже ничто для него. Сладость власти. Ну, наверное, это надо как-то пережить, возможно. Вот. Но мы можем себе так из некоторых образов сложить какую-то такую картину. Человек приходит во власть и какое-то время, возможно, ведет себя должным образом, достойным положением, обязывает его. И здесь мы видим, что он даже каким-то как судьей что ли выступал. То есть придут те, придут эти, я вас послушаю, обвинения, оправдания. Вот. Ввиду того, что ты римский гражданин, там, да, как Павел заявил. Вот. И, ну, потом проходит время. Помните, Саул стал царем. И Господь говорит, да идите, вот он прячется там в обозе. Вот. Не малым ли ты был, потом он ему говорит. Потому что уже прошли какие-то обстоятельства, и он уже вырос, и в своих глазах он вырос уже, он стал. Вот. Так и здесь. Вот это воздержание, оно, ну, оно, почему Павел, наверное, ему и говорил об этом, чтобы показать, что оно должно в жизни твоей быть. Потому что постепенно, 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 и человек вживается в свою роль там, власти, и потом уже сложно его бывает как-то подправить или остановить, потому что он, есть два мнения, одно мое, второе неправильно. Ну, такое, пословица такая бытует. Вот. И, опять же, всевозможные удовольствия, открывается масса всего того, что может человек, учитывая его положение там и так далее. Вот. И, знаете, я вот сейчас прочитаю слова Христа, которые он для нас. В какой-то мере это тоже воздержание. Вот это в Евангелии от Луки, Христос, 21 главе, здесь так говорит. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Смотрите за собою. Это тоже предупреждение, мне кажется, в какой-то степени, в какой-то мере воздержание. Смотрите за собою. То есть каждый должен лично за собой смотреть, чтобы незаметно, может быть, для себя не оказаться за этим порогом объедения, пьянства, заботы житейские. Заботы житейские, мне кажется, это вообще высшая математика. Как так поставить свою жизнь, чтобы служить Господу, делать дело Божие? Но при этом надо и есть дом, есть семья, есть то, что необходимо. Мы все это должны делать. Помните, когда Христос говорит, как было водниное, воднилота. И там он перечисляет, что люди ели, пили, женились, выходили замуж, строили, покупали, продавали и не думали. То есть все это, все эти действия, это нормальные действия, это надо делать, это нормальная жизнь. Но вот этот момент и не думали. Вот, он перечеркивает все это. Это все напрасно, что люди, как они жили, как они не думали, что будет пришествие Христа. Иногда шутят там, да, жди там до второго пришествия. То есть, когда человек так говорит, он подразумевает, что это какая-то несбыточная ситуация, мечта или еще что-то. Нет, нам конкретно сказано. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя нашего. То есть, мы, живя здесь и занимаясь вот этими всеми необходимыми делами, мы ожидаем Господа. И как бы нам так жить, как апостол Петр говорит, чтобы быть желающими и ожидающими пришествия Господня. Вот, пришествия этого дня. И это для каждого задача, потому что мы все разные, по-разному, но цель одна, цель небесная. И знаете, дальше он говорит о суде. Иногда люди говорят так, может быть где-то в сердцах, ну где эта справедливость? Ну, видя какое-то беззаконие, видя какой-то произвол, который происходит, люди говорят, где эта справедливость? Когда, почему, иногда даже конкретно, куда Бог смотрит и подобные фразы. Вот. И знаете, давайте вот мы с вами прочитаем это Откровение, книга Откровения, последняя глава, предпоследняя о суде. 20 глава, и здесь Иоанн говорит, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вот здесь будет самый справедливый суд. За каждого пишется книга, сообразно с делами, никто не будет за кого-то другого отвечать, никто не будет виноват, кроме того, кто... Но не дай нам Бог попасть на этот справедливый суд. И мы, знаете, здесь вот тоже этот момент, если ниже прочитать, когда Павел с ним разговаривает, он ожидал, что он даст ему денег. Ну, по-нашему говоря, это сегодня мы слышим это слово Коррупция, коррупция, вот. Это та же самая коррупция. Чиновник призывает, в какой-то степени считающийся виновным, и вот он ожидает, что он ему даст каких-то денег, чтобы он его отпустит. Взятку, совершенно верно, да. И это было, есть, и это будет, никуда от этого не денешься. Вот, так устройство мира делает, так человек, который к сожалению, поставлен, чтобы правду творить, а он смотрит, он уже себя посчитает каким-то более особенным, и он думает, ну раз я здесь, значит, надо пользоваться этим положением. Слышно, там кто-то берет, там кто-то берет, а что ж я не буду брать. Да и, в общем-то, это нормально, взять деньги, попользоваться хорошо, свое удовольствие какое-то. Это неправильно перед Богом, но по-человечески он считает, что это нормально. И вот Павел ему говорит, будет суд. Будет суд, и ты будешь отвечать. И каждый ответит. И мы с вами прочитали, что каждый ответит за свои поступки. И вы знаете, Господь для нас, вот лично, для детей своих, для верующих в Него, сделал как привилегию, потому что мы читаем, что верующий в Иисуса Христа на суд не приходит. Вот у этого белого престола нас не будет. Там будут люди, и они будут отвечать, и Христос наперед предупреждает и говорит, никто из вас не оправдается своими добрыми делами. Потому что у каждого из вас злых дел больше, чем добрых. Но люди, не принимая это всерьез, или как-то, знаете, иногда думают, да ну я как-то там, ну шо ж все, ну как-то вот подойдем, когда может быть как-то там я вот не такой уж Бог и любит, и так далее, и так далее, как-то вот вот как-то, не принимая того, что нужно сегодня. Сегодня нужно привести свои отношения с Богом в порядок, покаяться, примириться, жить. И тогда человек не придет на этот суд. Господь говорит, Иисус Христос сказал, чтобы мы были солью в этом мире. Я услышал такое выражение, знаете, оно такое, это, говорит, тяжело быть солью, когда сладкая жизнь. Ну, каждый из нас в конечном итоге сам определяет свою жизнь, свое служение. Это в буквальном смысле. Потому что, когда Христос, помните, отделил овец от козлов и начал им говорить, а когда мы тебя видели? А когда мы тебя накормили? А когда мы тебя одели, обули? А когда мы что-то для тебя сделали? Они даже не... Он говорит, а когда вы сделали одному из меньших моих всех, сделали это мне? И получается, одни сделали, а другие, ну, может быть, посчитали немалово, незначительным это дело, маловажным. Ну, так, ну... Вот будет что-то такое грандиозное, я сделаю. Вот. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы, вот, видя эти, да, примеры, могли, ну, брать необходимое для себя, для чего? Наша жизнь идет, и мы должны приносить плод, и хотелось бы, чтобы это был, чтобы плода этого было много, вот. И давайте мы помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он подарил нам спасение через веру в Иисуса Христа, и попросим, чтобы Он мог пользоваться нами в этой земной жизни. Аминь.